одиннадцатый x-plane 110 эмбайер свежий его третий на реинкарнации q8 pilots оригинальный будет мной использован ролик у меня он уже тут стоит запущенная процедуру запуска я возьму и дерна благополучным q8 pilots чай он это делает соответственно со всеми чек-листами и со всем остальным так первое о чем стоит сказать эта система меню то есть вот здесь вот на этом от шильдики вызывается круговое меню тут же вызываются вот эти вот чек-листы сейчас он вызвал процедуру exterior в не выбираем remove all то есть это убирает все на незапущенном самолете все окружение на нем стоящие дальше в соответствии с чек-листом начинаем подключать его с мастера avionics соответственно beacon lights первую чем включают дальше включать nav lights подключаем на инверторы на главную шину дальше идет подключение гидравлики c4 переключателя поочередно включают соответствующие помпы причем включаются они в автоматическом режиме дальше вот этот вспомогательные помпы находятся они за штурвалом первым филот и первое соответственно закладка выполнена но дальше идет собственно прям сразу процедура запуска начинается она с того что мы дергаем старт-энжин загорается зеленая лампочка пошел раскручиваться двигатель я чтобы оригинальную звуковую дорожку соответственно подключаем подачу топлива ждем пока соответственно у нас двигатель наберет определенное количество оборотов можем запускать в принципе сразу левый что он сейчас и сделает то есть понятно в положении старта зажигание появилась соответственно красный рычаг положение подачи топлива все дальше началась процедура раскрутки двигателей то есть достаточно простая процедура запуска следующий подключаем соответственно генераторы генератор первого двигателя перед этим надо выключить инверторы генератора второго двигателя подключены подключаем опять инверторы такая процедура сбрасываем предупредительная светосигнализация подключаем вспомогательную авионику после этого включаем систему кондиционирования Система кондиционирования у нас находится здесь вот внизу на этой панельке. Соответственно, два, три переключателя подключают. Система рециркуляции отбора воздуха, после чего можно включить систему управления носовым колесом, носовым шасси. То есть вот это вот здесь вот включается сбоку. Подключаем систему навигации. Здесь установлен, понятно, банальный 430-й, 530-й гармин. Дальше в случае необходимости устанавливаем транспондер. Подключаем радио. Маяки в NAFLA навигационные, ADF маяки в зависимости от того, что нам надо. И переходим на следующий чек-лист. Он уже текси. В принципе, у нас уже все включено. За исключением того, что надо включить текси-лайтс, перевести в положение физер, в положение, ну, достаточно такой занимательный в положении текси. И можно благополучно ехать на полосу. То есть проверяем. Диагностируем рулевое управление. И можем, соответственно, ехать. Ну, а дальше можно перейти уже в собственную вариант эксплейна, открыть карту порта. В данном случае я в Майами нахожусь для того, чтобы можно было вырулить на ВПП. Ну, и посмотреть то, что лично мне в этих во всех моделях гораздо больше интересно, чем просто чего-то включить или чего-то выключить. То, насколько сама по себе модель сделана, качественно или некачественно. Ну, и потихонечку рулим на взлётку. Выруливаем на взлётку. Не забываем включить посадочные огни. Я сделал специально чуть попозже время. Как известно, X-Plane, понятно, более интересен. Вечернее время суток. Самая оптимальная его графика. Так, неплохо было бы выпустить закрылки. Закрылки у нас вот здесь. Индикатор их, соответственно, нет. Закрылки 20 у него. Взлётные вообще тут, конечно, даже до 8-10. Они включаются. Так, антиколлежин, лайтс у нас мы включили. И, естественно, подача смеси на полную. Автопилот находится вот здесь. На самом деле он достаточно примитивный. Удержание курса, удержание навигации, подход. Ну, в общем-то, такой минимальный набор. Что ж я всё время забываю? Это после препара. Забываешь всё время. Где выпуск, закрылка, переключение камер. Про пользование автопилотом. Поскольку я им пользоваться не буду. Я опять-таки возьму Q8. Пайлот, соответственно, убираем сидёлку. Чтоб она не мешалась. Квайше включение автопилота находится здесь. Включаем дамфер эсконе. Включаем сам автопилот. Удержание высоты, например. И дальше можем, допустим, удержание курса. После чего регуляции на планово-навигационном приборе устанавливаем нужные нам курсы. И самолёт будет им следовать. Ну, это простой пример использования автопилота. Но так как он тут набрал высоту, он включает обеднение и некоторые смеси. И, в общем-то, а дальше я лично посмотрю саму модельку. Как она выглядит, отключаясь отсюда. В действии. Что сказать? Тут, в принципе, вполне интересная моделька. Хорошие показатели FPS реализует. То есть я обычно всегда гоняю в Майами. С точки зрения того, посмотреть, насколько качественно сделана та или иная модель. Ну и в данном случае тут вообще никаких нареканий не вызывает. С точки зрения того, что FPS 60 держит абсолютно спокойно. То есть вся реализация, всё сделано весьма и весьма качественно. Ну, в общем-то, ещё хочу сказать, что реализована система отказов. То есть можно внимательно приходится смотреть за таким параметром, например, как температура двигателя. Потому что в противном случае рискуете спалить движки. И всё, самолёт без двигателя летать не будет. То есть в этом плане, так скажем, дополнительный интерес вызывает сие произведения. Ну, в общем-то, люди достаточно серьёзно над ним потрудились. Ну, и в общем, заканчивая этот ролик, можно сказать, что моделька вполне удалась. То, что предыдущие, то, что я смотрел, то есть здесь явно полёт, это не полёт бумажного змея. То есть ощущается то, что самолётик, в общем-то, в общем и целом, достаточно лёгкий. С другой стороны, ну, от турбовинтового самолёта ожидать чего-то ещё другого и не приходится. Вполне себе. Удачная и развесёлая моделька. Ну, и на этом всё.